Премьеру новых фильма Мстители ждали многие мои зрители, в том числе и я. Поэтому наше видео будет посвящено супергероям. Но чтобы это не превратилось в простые рисовашки, я бы готовила для вас игру. Вам нужно будет отгадать, какой персонаж мультиков Дисней скрывается под маской супергероев Марвел. А сделать это нет. Совсем непросто, потому что я соединила мультяшного персонажа с реальным человеческим прототипом. Так что вам нужно будет найти в нашем супергерое вселенной Марвел того самого Диснейского принца или принцессу. Да, и я брала именно узнаваемых персонажей, чтобы у вас была зацепка. Всего их будет 10, как в рубрике Челлендж 10 стилей рисования. Скажу сразу, в рисунке будет сходство почти 50 на 50, поэтому не советую ориентироваться чисто по цвету глаз, прическе и цвету волос. Я уже сказала, что здесь я вас щадить не буду. Ладно, немножко пощажу. К каждому рисунку я предложу маленькую подсказку, которая, я думаю, приведет вас на верную дорожку. И обязательно досмотрите это видео до конца. Все-таки я старалась, хотела вас порадовать. И да, в конце вас ждут правильные ответы. А пока я тут рисую, пишите свои догадки в комментариях. Я буду лайкать ваши ответы. Не обязательно правильные, просто любые, какие мне понравятся. Всем удачи! Костюм Человека-паука Костюм Человека-паука сегодня примерит русоволосый принц, который очень даже похож на свой супергеройский прототип. Однако я немного изменила прическу и сделала ее более современной и приближенной к главному герою киновселенной. Брови, цвет глаз и волос у наших героев схож. Нос более курносый, как у актера Тома Холланда. Мне кажется, так получается интереснее. Мой принц Питер Паркер будет одет в старый костюм. Он мне как-то ближе и более привычен. Ну что, есть идеи по поводу нашего красавца? Как думаете, какой диснеевский принц и из какой сказки скрывается под костюмом Человека-паука? А вот и пришла очередь девушек. Эффектно темнокожая красавица Шуи в боевом костюме. Как и свой диснеевский прототип, девушка очень похожа на своего героя вселенной Марвел. Однако прическу я сделала более сдержанной, ведь у главной героини мультика она едва достает до плеч. Все, ребят, я прям уже даже не знаю, что говорить, иначе прям прямые подсказки уже будут. Давайте дорисую до конца, и вы напишите свой правильный ответ в комментариях. Догадались, что это диснеевская красотка? Да, это было слишком легко, но не обольщайте, их дальше сложнее. Красавчик Капитан Америка у меня сегодня будет в своем старом образе. Опять же, просто так более узнаваемо. С трудом удержалась нарисовать его без бороды, как в новых Мстителях, но потом поймете почему. В образе Капитана Америки у нас сегодня не совсем стандартный диснеевский принц. Не то чтобы он какой-то не такой, просто экрана времени у него немного. Хотя он очень яркий и запоминающийся. Цвет глаз, брови, нос и губы принца остались теми же, но я немного укоротила его прическу и изменила цвет волос, чтобы смотрелось более современно. Ну и подкачалась легонцам, он же должен быть крутым супергероем. Все, подсказки закончились, ориентируйтесь на мини-подсказки, и я думаю, ваша интуиция вас не подведет. И дабы избежать негативных комментаторов по поводу моего неправильного рисования, напомню, что я не являюсь профессиональным художником, я самоучкой рисую, как умею. Я ни в коем случае не пытаюсь вас научить. Мои видео по рисованию направлены на вдохновение, да и просто порадовать вас хочется. Так что всем добра! Я думаю, с девушками у вас проблем не возникнет. Мы их и больше знаем, да и вообще они ярче выражены, пусть даже и в другом образе. Сущность настоящих диснеевских. Девушек никакими костюмами не вскроешь. Мантис получается такой очаровашкой, особенно с вредным енотом, и как мы видим, ей все-таки удалось его погладить. Опять же, Мантис и наша зашифрованная героиня диснеевского мультика очень похожи, так что я думаю, вы уже догадались. Тор давался мне нелегко. Я так хотела изобразить его в новом образе, где он подстрижен и с повязками глазом. Но тот диснеевский герой, которого я задумала совместить с Тором, имел приближенную именно к старому образу прическу. Зато, опять же, так более привычно. Диснеевский герой, который скрывается под маской Тора, также имеет русый цвет волос, только я еще немного удлинила волосы, как у настоящего героя Марвел, и добавила больше растительности на лице. Чуть нарастила мускулы, раз так в два. А в целом, этот герой отлично вписывается в образ нашего любимого Тора. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, есть загадки, кто это? Образ Алой Ведьмы больше всего подходит одной диснеевской принцессе. Как я не пыталась нарисовать ее более похожий на ее человеческий прототип, все равно сущность этой леди проступает. Так что, это вам, опять же, подсказка. Субтитры создавал DimaTorzok Образ Локи для меня немного спорен. Он вроде бы такой брутальный, хитрый, но в то же время есть у него что-то такое сладенькое и милое. Я думаю, только один принц может воплотить в себе нашего красавца. Когда уже нарисовала руки, мне показалось, что чего-то не хватает. Показала это фото в своей истории Инстаграм, и подписчики практически единогласно посоветовали нарисовать в руке розу. Так и сделала. Да, кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм, я там выкладываю видюшки, которых нет на Ютубе, и фоточки красивые тоже делаю. Разворотики и рисуночки там всякие. Забегайте. Ну что, догадались, кто это? Мне кажется, это очевидно. Я бы не сказала, что Пеппер Потт сыграет особо прям важную роль во вселенной Марвел, но она мне всегда очень нравилась, особенно приятно наблюдать за их любовной линией с Тони Старком, поэтому я решила ее нарисовать в этом видео. Здесь чуть позложнее, чем с другими диснеевскими принцессами, так как эта девушка не считается официальной причисленной к ним. Цвет и длину волос я оставила прежней, как у самой принцессы, но добавила маленькую челку, чтобы была больше похожа на Пеппер. Остальные черты лица с принцессой у них схожи и прекрасно сочетаются друг с другом. Конечно, такой стиль в одежде совсем не свойственен принцессе, это, скорее всего, выбор Пеппер, но смотрится образ деловой принцессы очень гармонично. Смогли догадаться, кто скрывается под маской возлюбленной Железного Человека? А вот и сам красавчик Тони Старк. Это, наверное, мой самый любимый герой киновселенной Марвел. Сначала я хотела нарисовать его в своем привычном костюме, но потом мне захотелось немного поиграть с его повседневной одеждой и просто нарисовать его в привычных цветах. За маской Железного Человека скрывается не менее харизматичный диснеевский герой. Они, ну, очень похожи, и у них похоже практически все. Только я добавила привычную бородку нашему принцу, чтобы он больше походил на Тони Старка. Я думаю, тут сложностей не возникнет. Музыка. 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 В образе Малды Доктора Стрэнджа тоже принц, однако не совсем часто встречающийся. Я оставила ему цвет глаз, брови, часть прически и кое-что еще. Такую отличительную особенность, по которой вы точно гадаетесь, что это он. А самому Стивену Стрэнджу я добавила немного харизмы и хитрости, как у принца из этого мультика. Музыка. Так, смешав все черты и характер одного с другим, образ получился очень гармоничный. Я думаю, у вас уже есть догадки? Пишите в комментариях. Музыка. Вот такими были бы диснеевские персонажи, если бы попали в фильм Мстители. Компания получается довольно разношурсной, но в то же время со своей изюминкой. Музыка. 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 Напишите в комментариях, какой из этих героев вам понравился больше всего. Также расскажите, какой из моих персонажей вам понравился и какой получился наиболее похожим. Будьте креативными, а я вам в этом помогу. До скорого. Пока. Музыка. 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 Продолжение следует...